Приветствую вас. Давайте для начала, собственно, попробуем выяснить такой момент. Ну вот вы пишете, что ваша жена ушла в раскройный мир, да, получается, из реального мира. Значит, реальный мир чем-то стал ей неприятен, чем-то стал ей, видимо, угрожаться, раз она ушла из него в мир виртуальный. Соответственно, вот как раз, я думаю, что с этого и нужно начинать разработку проблем. Что заставило вашу жену уйти в виртуальный мир? Почему виртуальный мир кажется ей более привлекательным, чем мир реальный? Отчего она бежит? Отчего она прячется в виртуальном мире? Какие проблемы не хочет решать ваша жена, которые ее, ну, как-то ее раздражают и делают как раз-таки виртуальный мир, в котором этих проблем, понятное дело, нет, более привлекательным. Вот если понять и определить, что заставляет человек, что заставляет ее, оставаться там, несмотря на нужность вам и нужность детям, вот тогда и, я думаю, можно будет и определить, как вернуть вашу супругу обратно в реальный мир. А пока вы задаете такой вопрос очень общий, и ответить на него, соответственно, можно тоже только в очень общем ключе, к сожалению. Поэтому, я думаю, что вам нужно, ну, как нужно, желательно, желательно, конечно, вам желательно выбрать эксперта на наших ресурсах, и вот отдельно с экспертом проработать как раз все проблемы, которые у вас есть, с вашей супругой. То есть, почему она ушла в ростуальный мир, что, собственно, заставляет ее там находиться, несмотря на то, что она нужна вам и детям. Какие у вас проблемы с ней были до этого, потому что уверен, что если бы у вас с ней все было бы хорошо, то ни о каком уходе в виртуальный мир, речи бы не шло. Значит, если она ушла, то она ушла по какой-то причине, по какой причине нужно разбираться, вот это вот, наверное, первое и самое главное, что хочется вам сказать. А так, в общем, в вопросе, и давая вам общий ответ, я могу сказать только то, что нужно больше информации для анализа, и тогда будет все ясно, более ясно, чем сейчас. А пока, вот такая вот общая рекомендация будет, наверное, только одна, это понять, чем виртуальный мир привлекательнее для нее, и если понять, чем он привлекательнее, то можно будет дать ей то, что она получает в нем и через реальный мир. И тогда, я думаю, проблем у вас будет гораздо меньше. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, что помог. Хотя, конечно, вы сейчас находите столько в начале своего пути, в начале работы над возвращением своей женщины из виртуального мира. Если остались вопросы, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!